Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Как Дилан и Берон воспримут эту новость? Примут ли Берон и Дилан смерть Мирана? Как Тарик изменил отчет? Как эти события повлияют на Чинар? Кому Чинар спрашивает, что означает смерть? Заметят ли госпожа Азади и господин Кудрет интриги, творящиеся в особняке? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Дилан и Берон узнали, что Тарик ввел их в заблуждение и что полученный ими отчет на самом деле был сделан с использованием Днка Чинара, и теперь Чинар, на самом деле Миран, может найти любовь и мир со своими родителями, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Дилан и Берон будут опустошены, когда откроют отчет, потому что они не хотят верить, что Миран жив, пока не прочитают отчет. Они будут грустить и ругать себя, как будто Миран только что умер. Дилан даже упадет в обморок перед лицом неосмотрительности Джейды, когда она кричит на него и умоляет Барана, пожалуйста, если он не умрет. А пока они смирятся с тем, что Миран мертв, скорбят и начнут делать все необходимое. Я надеюсь, что их поведение заставит Дам Тарика и Хаджер успокоиться и совершить ошибки. Когда Тарык не смог изменить отчет через врача, он решил, что Акиф отправил его кому-то другому, предупредил горничную и фактически сам подготовил Днка Чинара, а также Днка Барана и Дилана. Он доставит конверт Тукбе одной из помощниц особняка и попросит ее поменять его. Так что они добьются своей цели на данный момент. Когда Чинара увидит, что Дилан и Баран настолько разбросаны из-за их кровной связи, он не сможет причинить им вреда. Он начнет оказывать моральную поддержку Дилану и Барану, насколько сможет, и теперь начнет молиться за возвращение Мирана. С другой стороны, постоянного давления со стороны Тарика и Гэжи Хаджер, чтобы они держались в стороне, будет недостаточно, чтобы остановить его. В результате госпожа Азади и господин Кудрет больше не смогут беспокоить Чинара так, как им хочется, поскольку они находятся в особняке. И Чинар начнет задаваться вопросом, что такое смерть. Он спросит дядю Ахмета, кто ему наиболее подходящий человек. Дядя Ахмед попытается простым языком объяснить, что это значит, и попытаться прояснить вопросительные знаки в сознании Чинара. Действия Гэжи Хаджер и Тарика, которые шепчутся и мучают Чинара при каждой возможности, и Джейды, которая также является змеей, начнут привлекать внимание Гэжи Азади и господина Кудрета. Они также поймут, что эта ситуация немного странная, и что они не проявляют никакой любви к своим детям. Так что же произойдет между Гэжой Хаджер и Гэжой Азади? Выяснится ли, что Тарик изменил конверт? Выдаст ли Тукба Тарика? Выяснится ли, что она исказила свое имя, когда встретит Берфина Акифа у себя дома? Смогут ли Берфин и Дилан сблизиться и узнать что-нибудь о Чинаре от Берфина? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.